МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26 юношам и девушкам Гродненщины. Выстроенная система образования в Гродненской области, ее результаты, уже практически три года подряд, Гродненская область признается лучшей в стране по выстроенной системе образования. Мы занимаем ведущие места по централизованному тестированию, по олимпиадному движению, в конкурсе профессионального мастерства. Все это дает возможность детям творчески развиваться в школах, изучать свои любимые предметы, получать знания, ну и, в конечном итоге, потом иметь высокие результаты на централизованном тестировании. Гродненский государственный университет имени Янки Купалы уже много лет является координирующим центром проведения тестирования в Гродненской области. Всего в этом году в пунктах тестирования было написано 20 683 теста. Обладатели стопальных сертификатов – это дети, это абитуриенты, которые уже сделали и одержали первую победу. Они завоевали эти 100 баллов из 100 возможных. А дальше жизнь складывается так, как они далее будут относиться к своей учебе, к своей профессии. Плохих студентов не бывает. Студенты хорошие все. Они разные, они с разными компетенциями, они с разными интересами. И наша задача, задача университета и задача любого университета – это выявить, раскрыть и реализовать их на самом деле. Для проведения централизованного тестирования в Гродненской области в этом году было задействовано 11 учебных корпусов и около 1000 педагогических работников. В целом ЦТ прошло без нарушений. Я как председатель областной комиссии по контролю за вступительной компанией хочу вас проинформировать о том, что первый этап прошел без каких-либо существенных нарушений. Я бы даже сказал, без существенных замечаний. Конечно, жаль, что все-таки одного абитуриента пришлось удалить за использование мобильного телефона, несмотря на все меры, которые предпринимались и до того профилактического характера, и непосредственно людьми, которые осуществляли проведение тестирования в этом корпусе. Но так, к сожалению, иногда бывает. А в целом никаких нарушений, замечаний не было. На торжественной церемонии вручения сертификатов централизованного тестирования в Курпаловском университете поздравляли не только тех, кто стал счастливым обладателем стубального сертификата, и на ребят, набравших более 90 баллов по предмету ЦТ. В числе наиболее выдающихся результатов ребят Гродничины можно отметить два стубальных сертификата выпускника третьей гимназии города Гродно Максима Назарова. Единственный в республике стубальный результат по испанскому языку выпускница в гимназии номер два города Волковыска Ксении Жишко. Один из двух стубальных результатов в республике по всемирной истории выпускника Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Дмитрия Апона, который решил продолжить обучение и получить второе высшее образование. После завершения обучения в 11 классе предмет у нас стоял выбор, альтернатива, пойти на специальность в истории или на юридический пункте. Я выбрал юридический, но получилось так, что после завершения уже обучения я понял, что это не мое. Решил вернуться изначально к тому, с чего начинал в истории, потому что у меня есть легкость. При усвоении материала исторически мне сам по себе нравится этот предмет. Особенно, когда я читаю историю, факты, события из прошлого, провожу анализ, вот это не растеряет мне большую удовольствие. В завершении мероприятия заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Виктор Лискович предложил ребятам организовать совместный проект с газетой «Гродненская правда». Идея проекта состоит в том, чтобы рассказать на страничках газеты о себе, своей школе, педагогах и родителях, а также поделиться секретом, как им удалось получить такой высокий балл на ЦТ.